Материал с первой полосы газеты Одинцовской недели. Состояние железнодорожной станции Голицына вызвало такие нарекания у местных жителей, что город посетил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. А наша газета запечатлела для истории состояние этого, так сказать, транспортного хаба, рассыпающийся железобетон, ржавые потеки, сомнительного вида подпорки под конструкцией ремонт, которая ведется ни шатка, ни валка. Даже к зданию вокзала местные продавцы фруктов пристроили навес, осадки с которого льются прямиком на фасад. Думаю, к этой теме нашей газете еще предстоит вернуться. Еще одна острая тема, вызывающая недовольство на этот раз родителей и детей – качество школьного питания. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев полагает, что нет никакого смысла заключать с предприятиями общепита, не способными организовать качественные школьные обеды. Данная проблема актуальна и для Одинцовских школ, где обучается более 55 тысяч школьников. Столкнувшись с ней, поднять уровень обслуживания у нас пытаются силами муниципального комбината питания «Доброе кафе». А у работников коммунальных служб благоустройства и у дорожников начался высокий сезон, поскольку ремонтные работы на их объектах наиболее эффективны в летнее время. О том, что запланировано на этот год и что уже делается, читайте на страницах Одинцовской недели. Посадка деревьев в рамках всероссийской акции «Леспобеды» проходит не только в лесах, но и на муниципальных территориях. В этом году жители поработали на 39 площадках, в том числе озеленили детский сад в Кубинке и разбили сквер у памятника маршалу Неделину в Одинцово. Конечно, всем хотелось бы, чтобы озеленение производилось качественно и продуманно, чтобы вырастающие деревья не портили архитектурные перспективы улиц и площадей, не закрывали от обзора памятники и достопримечательности. Это возможно. Например, Звенигород победил в конкурсе ландшафтных проектов и теперь центр города вызывает зависть у жителей других населенных пунктов. Шансы на победу сейчас есть у городов Голицына и Одинцова, подавших заявки на конкурс. Но для этого надо проголосовать на сайте национального проекта жилье и городская среда. Давайте поддержим. Целый разворот Одинцовской недели отдала подробному исследованию проблемы вейпов и электронных сигарет, которые провела наш корреспондент Валерия Баранцева. А потому, что эта новая напасть актуальна. Молодежь, падкая на моду рекламу, злоупотребляет якобы менее вредными, чем табак зелиями. В то время, как врачи утверждают, это вранье, вейпы тоже очень опасны. В России завершились национальные образовательные олимпиады по школьным предметам. В них соревнуются лучшие из лучших отличники в истории, иностранных языках, физике, математике, экономике и технологии. В этом году Одинцовские школьники снова на высоком уровне. Участвовали более сотни наших ребят. 60 из них завоевали призовые места. Победители получают не только дипломы, но и денежный приз и льготы при поступлении в ВУЗы. Они – герои нашего округа. А в колонке происшествия вновь громкое ДТП. Правда, на этот раз со смертельным исходом. На Минском шоссе, близ лесного городка, разбился бывший футболист Спартака и Динамо Александр Каракин. На огромной скорости автомобиль Ниссан врезался в металлическое ограждение. Предполагается, что владелец иномарки причастен к стрит-рейсингу, движению нелегальных ночных гонок. Берегите себя, дорогие читатели и зрители. Соблюдайте скоростной режим. А свежий выпуск Одинцовской недели со всеми новостями нашего округа вы можете забрать, как всегда, в наших фирменных стойках распространения. Если не досталось, не беда, мы доступны и в интернете. Вот наш сайт.